очагов тв представляет сидишь такая замученная вот тебя пытались что это за телодвижение вы из какого города ты не похожа на дагестанку а ты лезгинка нет а кто аварка а она на ле лезгинка нет а кто еще на ле акции слушай ну вы такие симпатичные девчонки вообще спасибо спасибо просто ну я даже я даже не знал что дагестанки могут быть такими симпатичными я знаю обычно мужики как бы считаются знаешь дагестанцы но там нет наоборот в дагестане самые красивые девушки там вообще кавказы девушки а мужики все уроды конченые да нет наоборот мужчины наши как наоборот гордость наша так кто красивее девушки или мужчины в дагестане оба оба вы школьники вы школьницы нет какой класс 10 будете куда-то поступать нет или будете выходить замуж рожать детей ходить не мы будем мединститут мединститут или колледж все-таки я хотела сказать ну да в какой мединститут ты в Махачкалинске собираешься? да и она тоже? да прикольно, ты знаешь, что вам сколько врача надо учиться? 8 лет да, мы все это ждем охренеть, вы готовы 8 лет, а кто вас будет содержать? родители родители будут содержать, да главное, что не выйти замуж и не родить 10 детей без работы, так не надо ну да слушай, но у вас же принято, у вас рано выходит девчонки? ну типа того, ну да типа того, есть такие люди, которые так делают во сколько у вас выходит? ну после, например закончили учебу или же сразу после колледжа или уже в колледже сватают слушай, а у вас сватают да, к вам сватаются пацаны? ну да нет, к нам лично пока нет или это через родителей делается? ну да, это через родителей типа семья знакомятся и эти семьи, короче ищут этого пацана и этот пацан должен кучу бабла дать вообще кучу очень много чтобы эту невесту взять колым колым ну серьезно? ты сейчас не прикалываешься? нет, конечно у нас свадьбы вообще пипец какие вы что не знаете? ну хорошо, подожди но ты же можешь себе найти бойфренда ну без всяких родителей нет, я не могу это сделать так нельзя делать то есть это не соответствует вашим обычаям? ну да это так нельзя по религии нельзя так делать и вы этому следуете? вообще заводят отношения да, по сути да типа ну это грех будет если там встречаться с кем попал или уже ты сама найдешь и типа скажешь вот он будет мой жених типа сами к тебе должны прийти слушай, ну ты знаешь вообще вот во всем цивилизованном мире да ничего не хочу сказать плохого про Дагестан во всем цивилизованном мире женщины ну такая тенденция девушки да выходят замуж когда они уже нагулялись то есть они поняли что реально нужна семья и реально вот этот человек не который был до него и не там пятый, десятый а вот именно этот вот я с ним хочу прожить свою жизнь а как ты думаешь какой шанс что ты выйдешь замуж будучи девчонкой еще да за парня и ты с ним проживешь всю свою жизнь в любви и согласии как ты думаешь большой шанс или нет я тоже согласна с этим типа 50-50 ты скажешь если даже нет то можно же свестись нет разве что развод это как бы если не совпали характер в общем развод а развод у вас разве ну по традиции ну нежелательно нежелательно это родственники что подумают скажут так об этом и речь понимаешь ну да типа мне тоже кажется что 50-50 типа чуть-чуть я согласна с тем что родители должны потому что я же чуть-чуть такие парни ты же не знаешь типа нормально он или нет а родители по семье лучше знают либо ну хочется реально родного человека типа общаться а потом полюс совершенно верно ты должна с этим сделать себе бойфренда с ним пожить несколько лет пожить вместе ну это у русских так у нас к сожалению так и не есть вот к сожалению это ключевое слово ты сейчас сказала потому что на самом деле то что у вас сейчас это очень неправильно я и живу в Калифорнии просто я сам родом из России ошелеть а? ошелеть говорю да я сам родом из России то есть я знаю как бы много и как тут живут люди и как там но в современном мире понимаешь принято что ты живешь с бойфрендом у вас с ним есть секс естественно вы с ним живете в быту вместе он смотрит какая ты жена и хочет ли он тебя иметь ну всю жизнь там или как получится и ты на него смотришь нужен ли тебе такой муж может тебе он даже тупо сексуально не подойдет вот ты за него выйдешь замуж а он блин ну я не буду вдаваться в подробности ты понимаешь что он тебе может сексуально не подойти там по тысячу параметров правильно и что и дальше ой блин развод а что подумают вот эта вся хрень это все такое средневековье знаешь современный мир есть только момент да современный мир он далеко далеко ушел от этого всего да а еще типа если до свадьбы общаться там сейчас то типа ну если ты уже готов типа еще если этот человек уже твои родители знают что он к тебе придет ну например сейчас например да есть такой человек и всем их уверены и будут он будет ждать лет пять-шесть потом придет обратно типа за меня если он хочет но если мы будем все эти пять-шесть лет общаться то мы можем устать друг от друга типа надо есть ссоры и потом уже когда придет время мы не захотим ты имеешь в виду что вы будете пять-шесть лет общаться без секса ну типа нельзя же до свадьбы нельзя слушайте на это вы знаете в большинстве стран это было блин не то что в прошлом веке а поздно в прошлом да в девятнадцатом понимаешь вам самим не стремно немножко вот эти обычаи пытаться соблюдать потому что мир другой сейчас девчонки ну да нам что поделать ну у нас так мне вас я вам сочувствую серьезно почему вы возьмите просто съездите кстати вот вы же наверняка не были за границей ни разу нет вот а вообще вы были где-то за пределами Дагестана я нет а она вот видишь смотри алло 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 жалко капец вот это капец вот это капец девчонки блин Дагестан я не представляю себе ну ничего не имею против Дагестана дагестанцев естественно я понимаю традиции там соблюдаются но то что это вот рядом прямо вот это в России вот Дагестан это большая республика и вот такое средневековое отношение вообще немножко удивительно да вот ну и у меня это как-то не очень укладывается в голове в современном мире мне этих девчонок просто искренне жаль то есть они свою жизнь кладут там в угоду каким-то вот обычаем ну это дело их личное конечно так ну Субтитры подогнал «Симон»!